Шестой класс, девятнадцатая серия. Решение задач. Задача первая. В шестизначном числе первая цифра совпадает с третьей и с пятой, а вторая с четвертой и с шестой. Будет ли это число кратно трём? Так, обозначим первую цифру буквой А. Первая цифра совпадает с третьей и с пятой, а вторая, буква Б, совпадает с четвертой и с шестой. Итак, это число шестизначное АБАБ. Сразу можно сказать, что это число будет делиться на двузначное АБ. Значение частного – десять тысяч сто один. Итак, делитель АБ, частное десять тысяч сто один, значит, это число можно представить в виде произведения. Двузначное АБ умножить на десять тысяч сто один. По признаку делимости на три, это число делится на три. Значит, шестизначное будет кратно трём. Ответ – да. Задача вторая. Можно ли найти такие значения х и у, для которых верно вот это равенство. Да, можно. Например, если у равен двум, а х равен нулю, то тогда справа значение суммы будет равно двум, и слева значение выражения тоже будет равно двум. Потому что если один из множителей – ноль, первое слагаемое обращается в ноль, вот и получится 2 равно двум. Ответ – да, можно. х равен нулю, у равен двум. Задача третья. Какой угол составляет стрелки часов в семь часов и десять минут? Так, значит, минутная стрелка стоит на двойке, а часовая стрелка сместилась на угол небольшой, на тот угол, на который смещается часовая стрелка за 10 минут. Итак, надо найти угол между стрелками. Здесь будет 5 раз по 30 градусов. Вот от 2 до 3, от 3 до 4, от 4 до 5, от 5 до 6 и от 6 до 7. 5 раз по 30 градусов. И, кроме того, надо прибавить вот тот угол, на который сместится часовая за 10 минут. Если за 60 минут, за 1 час, часовая проходит угол 30 градусов, то за 10 минут, а 10 минут – это 1 шестая часть от часа, она сместится на угол 5 градусов. Значит, к 150 надо прибавить 5. И получится угол, который составляют стрелки часов, в 7 часов 10 минут, 155 градусов. Задача четвертая. Какое число надо записать вместо вопросительного знака? Так, обратите, пожалуйста, внимание на первые три строки. Если сложить эти равенства, левую часть с левой, а правую с правой, справа получится 54, а слева каждая фигура повторяется два раза. Две звезды, два ромба и два треугольника. Если 54 разделить на 2, это будет 27. Значит, одна звезда, один ромб и один треугольник – это 27. Зная значение вот этой суммы, можно найти, какое число обозначает каждая фигура. Если звезда, ромб и треугольник – 27, а ромб и звезда – 16, значит, 27 минус 16, получится 11. Значит, треугольник – это 11. Давайте сразу запишем в нижнюю строчку. Так, теперь известно, что звезда и треугольник – 18. Если треугольник – 11, значит, звезда – 7. Так, звезда – 7. Так, ну а теперь надо найти значение ромба. Вот, например, из этой строки. Если треугольник – 11, значение суммы – 20, значит, ромб – 9. Так, а теперь надо ответить на вопрос задачи. Какое число записать вместо вопросительного знака? 7 умножить на 9 – это 63, минус 11, и получится 52. Значит, вместо вопросительного знака надо записать 52. Задача пятая. Дети ходили в лес за орехами, возвращаясь, идут парами. В каждой паре мальчик и девочка. У мальчика орехов в три раза больше, чем у девочки. Может ли всего у всех детей быть 90 орехов? Если в каждой паре у мальчиков в три раза больше, чем у девочки, значит, в каждой паре число орехов должно делиться на 4. 3х плюс 1х – это 4х. И так в каждой паре. 90 на 4 не делится. Значит, такого быть не может. Ответ – нет. Субтитры сделал DimaTorzok